В центре Новосибирска идет активное строительство нового здания 54-й школы на улице Крылова. Подрядчики уже подготовили котлован, залили фундамент и начали возведение стен. На прошедшей неделе мэр Новосибирска Анатолий Логоть проконтролировал строительство нового учебного заведения на 299 мест, которое будет работать в одну смену. Обветшавшее здание 54-й школы в Новосибирске начали сносить в начале сентября 2020 года. До этого оно год пустовало, потому что, по мнению экспертов, представляло угрозу для детей и педагогов. Постройку середины 30-х годов прошлого века от демонтажа пытались спасти общественники, заявляя, что ее необходимо включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Проводились даже пикеты, участники которых заявляли, старая школа имеет два уникальных скульптурных барельефа, и ее нельзя уничтожать. Однако специалисты были неумолимы. Сегодня на месте снесенного здания уже кипят работу по строительству нового корпуса общеобразовательного учреждения, на котором обещают установить копии тех самых барельефов. У нас была разработана ПСД. Это уникальная ПСД. Здесь не привязывается ни один из проектов, который мы реализуем сегодня по различным федеральным, в том числе, программам. Просто потому, что эти проекты под своей масштабностью, простым языком, они не влазят сюда, на этот участок. Этот участок увеличить невозможно. Здесь сложившаяся инфраструктура, жилой массив. Поэтому надо исходить из того, что пятно застройки, вот оно такое, как есть. В чем еще трудности? Здесь теплотрасса, здесь связь, лежит кабель. Все это надо выносить за территорию школы по существующим правилам. Именно с этим связаны небольшие изменения, которые вносятся по ходу строительства в проект. Цокольный этаж нового здания школы обещают построить к 1 ноября этого года. Завезено и используется 1300 кубометров бетона и 180 тонн арматуры. Мы на строительном поприще уже 70 лет нашей организации. Но то, что тут площадка такая сложная, я первый раз с ней столкнулся. Когда дорога одна единственная, где только легковые машины, а тут же бетон, арматура, длинновозы возить. Поэтому сложности есть определенные. Здание образовательного учреждения будет четырехэтажным. В одну смену здесь смогут получать знания чуть меньше 300 школьников. Для них, помимо учебных классов, предусмотрены спортивный зал размером 30 на 18 метров с раздевалками, санузлами и даже два пассажирских лифта. Где сегодня занимаются ученики, рассказала директор школы. Старшая школа у нас, как и находилась, мы находимся на Достоевского, 27, в здании школы номер 4. У нас есть еще второе здание. И обучается с 1 по 4 класса наше здание родное, поэтому мы там и находимся. Все ждали, когда появится паспорт объекта. Мы все теперь просто сидим и ждем, когда мы зайдем в здание нашей новой школы. Преобладающая часть финансирования, выделенного на строительство школы, это средства областного бюджета. Мэрия Новосибирска на данный момент отыграла на торгах только третью их часть. Не забывают и о других объектах образования. У нас два детских сада, две школы строятся в этом году. В следующем году еще одна школа будет закончена, в целом три школы. И мы приступаем со следующего года к строительству шести школ. Это совершенно особая история, потому что там не бюджет. Там привлеченные частные деньги московского крупного частного инвестора. Это такой проект, который сегодня курирует Министерство строительства. Что касается нового здания 54-й школы, то его планируют создать в эксплуатацию в 2023 году. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Продолжение следует...